Меня зовут Елена, я художник кино. Я сейчас больше занимаюсь живописью. Я в Пекине уже больше 15 лет. Мы с мужем познакомились в Киеве на съемках. У нас такой был, можно сказать, служебный роман на съемочной площадке. Я сначала не знала, что он китаец, потому что он очень хорошо говорил по-русски, но совсем-совсем без акцента. Он похож немножко и на турка, и на француза. Я даже не могла подозревать, что он китаец. У Димы русская бабушка. Она была дочерью русского дворянина и по любви вышла замуж за известного политика Лили Саня. Бабушка, она очень хотела невестку славянскую. И когда я приехала, она была очень не рада, она сразу полюбила меня. Ну, мне кажется, что это какая-то взаимная такая любовь. Есть такие вот же закономерности, да, которые эмигранты или люди, которые уезжают за границу, да, жить в другую страну, наверное, все переживают одинаково. Первое – это эйфория. Ну, Дима умел, как говорится, пыль в глаза пускать. То есть он очень хорошо постарался, чтобы у него было самое лучшее впечатление Китаю. А потом, ну, понятно, что какой-то период этот прошел и начался период как бы поиска себя. Здесь я понимала, что мне для того, чтобы работать в кино, в китайской группе, мне так хорошо надо владеть языком, чтобы обсуждать сценарий, да, вот с режиссером, оператором. Конечно, я сначала испугалась, и у меня был какой-то длинный период, когда я не работала, и это было для меня очень депрессивно. И был период, когда я собрала чемоданы и уехала домой. Лена уехала, я, конечно, очень тосковал, скучал по ней. Каждый день писал по 2-3 письма ей. Просил, чтобы она вернулась, вот, и говорил, что вот найду какую-то работу, не знаю, выставку, что-то связанное с картинами. В общем, просил, умолял, чтобы она вернулась. Ну, мое сердце, конечно, не устояло. Каждый день такие письма, мы, наверное, в старости лет книгу издадим этих писем. В 2005 году мы поженились в феврале. Я уже как-то начала себя настраивать, что да, надо учить язык, здесь тоже много интересного, надо как-то открывать для себя новые горизонты. Я подумала, чем бы я могла еще заниматься. И я села на балконе, купила себе холстов и начала рисовать. Несмотря на то, что я художник кино, но я получила классическое образование, и оно очень универсально. То есть в любой момент, когда ты чувствуешь, что, там, не знаю, твоя профессия, она не востребована на рынке, да, вот ты чуть-чуть подтягиваешь какие-то навыки, да, что-то там читаешь, как-то совершенствуешься, и вот можешь уже, там, в другую какую-то область пойти. Я открыла студию на Та Ван Лу, у меня китайские есть ученики. И понятно, что сейчас эти дети, они не знают, станут они будущим художниками или не станут, это не важно. Важно то, что есть какие-то инструменты, как ключики такие, да. Вот я хочу подавать такие им задания, которые, вот этот, как ключик, который открывает, прежде всего, талант самого ребенка. И очень интересно наблюдать, как они раскрываются. Талант, вот я прям вижу, он как цветок, так вот медленно так распускается. Китайские мужчины, они очень мягкие, умеют меня выслушать, умеют поддержать. Хотя мы как пара, мне кажется, что мы прошли все трудности, с которыми обычно сталкиваются двое людей. И поняли, что мы друг без друга жить не можем, у нас очень много есть вещей, которые нас объединяют. Я бы сказала, что моя жизнь очень яркая здесь. А здесь у меня есть фон, на котором я как будто бы новыми глазами посмотрела на себя. И мне пришлось как будто бы заново себя собирать. Вот я себя другую увидела. Я себе такой понравилась.